всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и к сожалению без специального гостя специальный гость мог быть но что-то пошло не так поэтому в общем то будет без специального гостя но специального гостя мы конечно по возможности будем всегда звать в общем то что у нас карта пункт рейк трейн комбо варкап 244 насколько я могу помнить знаки солнца на полу и собственно подсвечен у нас старт здесь у нас в отличие от строй версии дается 5 плазминок есть ракета можно выйти за предел ящика кому было вдруг удобно это и не задеть даже старт такой вот момент тайм-ресета конечно же нету это у нас все заклиплено ничего ничего здесь лишнего не мешается ну давайте посмотрим в целом карту можно пройти стрейфом то есть тут ничего такого нового в отличие от строй версии нету разве что пу не убрал склад вот этих бревен и в остальном здесь можно пройти только стрейфом единственное различие в кутре цпм но я его покажу оп нет не долет слабый слабый здесь перелетаем здесь нам дается 200 плазмы начинается клинк и есть такие вот островки безопасности для тех кто климбить не очень умеет либо для в кутре они были очень полезны можно не на них стать здесь у нас тоже везде в япон клип так что как бы можно продолжать стрелять при этом прыгнув перелетаем дальше здесь у нас рампа и немного приподнятая стенка чтобы проплазмить чуть выше и по сути но в цпм очевидно что нужно залетать туда наверх и продолжать без остановки но кто-то с вероятно скорее всего проходил и таким образом и я случайно упал без плазмы но это не проблема когда прыгаешь типа в обратную сторону совсем другие ощущения мол вы видите как будто бы а все так жестко пути сделай реверсивную версию году очень круто в общем то здесь делаем даблджамп залетаем сразу наверх здесь у нас плазму отбирают собственно и дают две ракеты ну дают и 3 и 4 но естественно никто ну может кто-то и ждал но тем не менее дают нам две ракеты падаем вниз здесь у нас рампа и обычным рокет джампом залетаем на финиш такая вот карта в целом не сложная ну и давайте быстренько по дорожкам я думаю пройдемся в цпм есть два варианта основных как бы их конечно же много можно начинать с трейфом где-то сделать гб тут где-то сделать гб там использовать не все пять плазминок к примеру да ну кто послабже у кого не очень получается они конечно могут использовать там и одну либо вообще только для плазмоджампов и так далее но если мы вдруг используем гб можно делать отсюда два прыжка делать гб на выходе из этого вагона и продолжать делать гб до либо как-то их равномерно распределить да по возможности где удобно либо прямо со старта допустим делать гб и уже здесь на поворотах делать и дальше у нас стелется как бы спейсинг я конечно не буду сейчас совсем по все пять плазминок типа стрелять но могу сказать что если нормально разогнать бустов если их грамотно расположить то можно сделать в определенных местах минус джам и неплохо оторваться от остальных и это будет происходить не потому что вас сильные бусты а потому что вы их расположили более комфортно для этой карты поэтому здесь этому надо было конечно уделять особое внимание расположение бустам на этой платформе можно в теории делать гб когда залетаешь но честно говоря она немного бессмысленное получалось потому что если ты хорошо идешь что ты как раз на краешек этой платформы прилетаешь и там уже не до бустов далее конечно просто плазмишь отталкиваешься от стены пораньше чтобы сразу сделать должен чтобы максимально успеть плазмить здесь залетаешь на ракету и дальше собственно проходишь ну и на ракете тоже есть два варианта по сути можно падать делая гб об рампу а можно падать просто отстреливаясь от рамп типа можно вот так вот сделать можно сделать и с гб от рампы это что касается цпм выку 3 давайте пройдем выку 3 а хотя можно было дф промоут написать но читая затупил бывает и так выку 3 у нас все то же самое 5 плазминок но нету гб следовательно эти 5 плазминок по сути как бы как будто бы юзлис их и некуда вкидывать но можно делать плазмоджампы в некоторых местах где где вам будет удобнее сделать плазмоджамп это конечно решать только вам потому что и допустим я могу пройти без плазмоджампа да кто-то кому-то у кого-то рот так складывается что нужно делать плазмоджамп ну и вот а еще есть вариант был точнее у стронгиста не помню послал ли у дэнк дэнку скорее всего послал мы значит набираем скорость здесь вылетаем продолжаем стрейфить и мы так как у нас 5 плазминок не отклоняемся на этот под а мы делаем плазмоджамп и плазмин максимально эффективно поэтому вагону то есть немножко его огибаем плазмин по вагону и приземляемся дальше это могла бы быть супер эффективная среза не знаю сделал ли кто-то я дымки заранее не смотрю смотрят только валидаторы и но сразу скажу типа все кто-то сейчас его них идея прям огонь классный дебил берут эти две но суть в том что здесь не в япон клип и нужно делать плазмоджамп отсюда а это уже менее эффективно потому что ты будешь начинать плазминкой сразу вагона чуть-чуть задержкой но и стронгист пробовал и я пробовал у стронгистому получалось чуть лучше чем у меня но тем не менее мы оба не сделали этот трикс не знаю видим ли мы в демках но если увидим это будет просто потрясающе я считаю но и здесь по сути но здесь может плазмоджамп сделать потому что мы залетаем по кривой и до стены не очень близко и вот здесь внутри как раз можно использовать вот этот вот островок потому что выравнивать в кутре угол с такой вот с такой траектории не очень удобно поэтому проще просто плазмить более-менее прямо и сделать прыжок на этой платформе лететь дальше здесь у нас как вы видите стена осталась на рампу убрали это все потому что в кутре физика я попросил по ней конечно убрать ну и в общем то это основное отличие здесь мы просто врезаемся перед рампой начинаем плазмить либо в рампу либо в стену ну лучше в стену по моему ну и собственно все дальше у нас все то же самое есть мы тоже убегаем берем рокер и здесь уже без гб просто отталкиваемся от рампы возможно не делаем лишний такой вот прыжок и залетаем на финиш такая вот карта не знаю стоит ли проходить точнее знаю ее проходить не стоит я в том смысле что мне сейчас как бы я ее в цпм играл но я ее как-то не жалко как-то времени не было ее поиграть монтер там вроде как зарулил поэтому интересно в целом отличается ли у него дорожка от моей но скорее всего мне кажется просто побыстрее немножко все и все ну в общем то давайте перейдем к дымкам т.д. так варкуб 244 выку 3 как всегда начинаем роман кстати у нас зарулил первое место занял а стронгерс 32 и 9 но перевел про кипопа кианекса почти кстати дожал до пит полсеки казалось бы полсеки много но на самом деле это не так много здесь выку 3 поэтому я думал на стрейфе немножко ошибся ну ладно посмотрим варбайт варбит из франции 57 5 это у нас шарлон скорее всего пройдено как сюда не очень чуть ли наверно не первое прохождение следует на 3 минуты ну я не знаю я все-таки предлагаю какие демки вообще минусовать потому что я не знаю я буду это уже леник воспринимать как личное потому что типа ну я не хочу прямо совсем честно решить типа о кстати он жал прыжок на плазме никого так не делать я вам объяснял просто ну зачем и пошел цпм дымку писать да я типа трачу свое время на это и мне вот такие вот дымки я я делаю разбор я не не показываю дымки вам я делаю разбор обзор карты шарлон близ севинг кутэма сколли кутри гиггс разрыв блять 15 секунд вы серьезно ну 14 13 давай кутри гиггс разъеби неплохие гранд фреймы все по спейсингу все в целом хорошо только вот жмешь прыжок очень долго прямо очень долго жмешь прыжок немножко задержкой начинал возьми и это кстати очень такой техничный мув потому что если ты будешь начинать плазмить сразу то есть вероятность удариться потолок и упасть вниз а он начинал плазмить немножко задержкой и это честно говоря похвально потому что так делают многие прошники в них на некоторых картах которые этого требуют единственного здесь на финише надо было просто соскальзывать потому что он очень много времени потерял на том что сделал прыжок кутри лекс 41 и 3 тоже все достаточно неплохо здесь очень много пешком проходил у гиггса получилось немножко получше здесь опять же ходил пешком и вот мне кажется здесь финише у них разница основная будет начинал плазмить сразу и нормально выставил более хорошо был кстати намного быстрее поднялся чем гиггс вот это вот она разница скорее всего то есть гиггс у нас прошел первую половину карты хорошо и в но под не поднялся плохо и на этом очень много потерял ой пожалуй два раза случайно алекс у нас поднялся быстро страйф конечно неплох был но я думаю на подъеме и на финише лекс суммарно вот эти вот 700 и выиграл сервус код 38 1 приветики отличный стрейф на самом деле демонстрирует очень быстро вот он использовал плазмоджан для спейсинга себе для дальнейшего и здесь скорее всего тоже будет нет не будет вот а кстати неплохой вариант неплохо обнаружил телепорт не прыгнул перед рампой это немножко минус но в целом сойдет здесь кстати забавно получилось он как бы сейчас я объясню забавно забавно сервис неплохой финиш на рокет джамп конечно можно было бы делать пониже как вы видели он проплазмил под себя чтобы не ходить пешком долетел до стены очень быстро и потом выравнивал угол стоял почему я смеюсь потому что можно было быстрее дойти пешком параллельно выравнивая угол в типа ну возможно не то чтобы быстрее но это было бы возможно эффективно поэтому да но забавно вышло прикольная дымка ведь 76 волка ноет неплохой стрейф без плазмоджампа здесь вот скорее всего может как-то на финише в целом помедленнее но ну по крайней мере так кажется а он сделал он поднялся быстрее и плазма скорее все побыстрее ну да вот вот эта вот разница угол не самый оптимальный и финиш финиш да пободрее у сервиса было 700 волка ноида ну тут и разница до 600 пашка спб 37 и 1 неплохой стрейк на самом деле хороший угол на плазме очень хорошо вылетел прямо под стену подошел кстати прям под стену был спейсинг и хорошо очень быстро поднялся хотя угол был уже не самый оптимальный и здесь от стрелы потерял конечно на втором уроке джампе 200 но тем не менее ну не без греха как говорится но дымка хорошая лунтик 386 тоже хороший угол но скорости поменьше по моему чему пашки угол более хороший на плазму но как-то он дугой залезал поэтому получилось все сложно и в конце скорости чуть выше но на стрейфе в основном конечно в ику-3 здесь моменты в ику-3 решают это стрейф очень сильно стрейф решает потому что ты все карту стрейфишь грубо говоря и решает подъем с плазмой в основном потому что как спейсинг еще сложится встанешь ты плотную к стене или придется чуть идти или наоборот ты в нее врежешься будешь еще падать какое-то время плюс сколько угол выставляешь какой угол выставляешь это все очень конечно влияет на в прайме вот эти механик на соточку перебил отличный стрейф тоже использовал фишку с телепортом и кстати это возможно даже очень-очень много скорости почти 1200 перед рампой хорошо проплазмил и в конце забрался хорошо и финиш финиш на самом деле можно было получше но в ку-3 здесь ясное дело не так сильно она регулируется но на самом деле вот этот финальный рокет он тоже влияет очень потому что чем выше ты его сделаешь тем позже ты финишируешь ведь 64 из но от хайза плохого стрейфа мы не ждем из у нас третит хорошо мы это все знаем очень много скорости на плазме хороший угол и подъем выровнял по ходу к лимбу уже но это не так важно по сути и финиш ну делал по идее лишний прыжок и вот он залетел прямо вот прямо вот в краешек так-то опасно опасно это было я думаю что ему повезло и он такой бля не буду больше перевивать пизда я не смогу но стрейф был не так хорош на самом деле моментами конечно просел но увидим увидим лучше 35 и 9 нюк так нашел ли люк какую-то срезу будут ли у нас призы за оригинальность и пока скорее всего ребят призы за оригинальность выставить нельзя поэтому я вам буду просто словесно говорить кто смотрит неплохой стрейф тоже использовала фишку с телепортом угол на плазме не очень хороший плюс конце еще не нажал прыжок потерял много скорости неплохо поднялся и здесь вот без лишнего прыжка и вот это основной отрыв мне кажется был ну кстати вот 600 до почти почти прыжок прыжок у нас 07 500 точнее на 500 я сказал ну в общем да я думаю что основная вот разница именно в этом плюс на плазме очень много потерял так скопал аминт в целую секунду оторвался 34 9 вау вот вот она секунда на самом деле нужно было держать траекторию пониже чтобы прыгнуть перед рампой было бы намного быстрее потому что так он абсолютно всю скорость потерял сразу и плюс прыжок по сути далеко не самые хорошие рокет-джампы то есть по сути если бы скопал аминт сделал финиш нюка и плазму хейза грубо говоря то он бы я думаю в 32 наверно вообще вышел потому что но это супер быстро было это было очень круто прокипоп 34 1 еще почти почти две секунды отжали граунд фреймы кстати хорошие видно что задрочил тоже без остановки и вот он здесь прыгнул перед рампой и намного быстрее и угол хороший поставил на плазму и рокет в целом побыстрее еще и так низко залетел ну красава красава вот он сделал то что я говорю и почти 33 1 ну то есть почти 32 он и вывел в итоге с этой карты еще момент кстати он как раз вот эту сотку 150 где-то потерял на плазме когда поднимался наверх потому что а можно закалькулировать себе угол и сколько плазминок примерно выстреливать очень непримерно ну точное даже количество можно себе закалькулировать и подниматься четко прямо его поднялся и начал сразу стрейфить а не ждать пока ты еще приземлишься он вот пока ждал на приземлиться он на этом очень много потерял у строго без перебил его на 200 так что в таких климах тоже имейте ввиду что это очень влияет стронг из потел как не в себя стронг из жесткий стронг из даже с музыкой почти синхрица отличная плазма вообще сразу угол поставил ну про кипопа чек был получше вроде но вот он здесь без ой 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 немножко потерял потерял немножко то что зацепил вагон надо было отходить отклоняться чуть правее тогда бы упал сразу вагон и было бы побыстрее но в целом ракеты побыстрее получается стрейф вроде ну примерно такой же я честно говоря в таких гранд фреймах очень сложно увидеть какую-то разницу я думаю что разве что у тех у кого набит глаз вот как будто в этих трех примеру да ну ксас не уверен но кет и роман вот они жесткие живы кудришники я думаю что они сразу видят а вот тут гранд фрейм говно вот тут ты мне проиграл 5 3 фрейма и вот это все так я на эксперимент стронг из-то на 500 на самом деле очень интересно что роман там сделал я надеюсь что там есть это среза но с такой срезой о неплохо делал full circle грубо говоря будет ли это плюс по тайму неизвестно но скорее всего должен быть плюс по тайму давайте посмотрим 360 плюсом чек на следующую демку запомним посмотреть первый чек очень много скорости здесь плазмоджамп и тоже не прыгал хотя ну тут еще знаете такой момент а может быть я и не прав слушайте может быть и нужно действительно очень хорошие ракеты в конце на ракетах конечно вытащил киан x очень красава слушайте то скорее всего я еще не рассказал в кутре я забыл совсем что можно попробовать вообще эту рампу игнорировать то есть можно попробовать заплазмить возможно чуть притормозить но заплазмить прямо сразу наверх и начинается высокой скоростью продолжать дальше вот и возможно да стоит пытаться задевать только лишь краешек но при этом ты плазмишь чуть хуже получается и все равно теряешь очень много потеряешь чуть больше чем если бы ты прыгал перед рампой но это короче тестить надо я думаю что мы вот у этих товарищей кто в 31 возможно мы увидим как более правильно будет более быстрый способ пусть 32 его 360 плюсом помним на первый чек 496 то есть не факт и но тут у нас пус очень хорошо уж стрейфит уж слишком хорошо стрейфит поэтому тут не посудить то в конце себя не плазмил от стены это тоже небольшая ошибка на трамп он когда попал на рампу немножко отклонился отдалился от стены сделал еще лишний прыжок здесь еще пешком проходил ну что я могу сказать запоротая 31 и 8 наверно мог бы не буллу перебить а тогда дымка конечно хорошая про стрейфил круто простых вот круто базара не не булла 31 и 9 очень приятно что не булла у нас появился это очень старый игрок кто не знает настолько старый что ему лучше вообще не перечить со времен вес по он играет он и он в одном клане по моему свет вам даже было не там грузяшки отличные плазма джамп и отличная плазма на 1500 тоже немного от рампы его по моему от стены точнее возле рампы его откинуло и он там совсем не проплазмил ну и ракеты очень хорошие из индии да ну то он грубо говоря пофиксил частично то что сделал туз и вот вам пожалуйста тет третье место 31 и 1 на 800 800 где он взял 800 на стрейфил 800 ну походу да плюс 800 просто в два раза быстрее чем пус типа нормально нормально да на стрейфил 800 по любому вот плазма хорошая получилось и от стены его не оттолкнуло вроде и сразу видите начал сразу стрейфить и здесь лишний прыжок не сделал ну вот они да вот эти вот начинаются фреймы то есть вот он поднялся с плазмы как я говорил плюс по спейсингу так вышло что там проще хотя я бы на самом деле поспорил я бы наверно прыгал где я бы наверно делал прыжок где кет спускался пешком в конце потому что и пока спускаешься либо как-то побыстрее спускаться я не знаю то есть вот он по моему медленно спускался но ксас топ-2 на 200 побыстрее на 300 бусты в кутри ничего необычного да они существуют ну неплохо использовал для спейсинга себе очень много скорости после плазмы да здесь под себя проплазмил потому что спейсинг такой был и здесь но ты на спорную ой ну уроки медленно ракет медленно очень-очень медленно но он типа думал что более быстрый спуск как компенсирует отсутствие скорости на финише но мне кажется что не компенсирует я не знаю но тесту ли он и либо как он тестил да но я бы дал еще приз оригинальность за вот эти бусты но не знаю даже ну просто я не думаю что они прямо вот типа нужны там мне кажется как будто повыебываться сделал так нет в любом случае технично в любом случае молодец но даже не первое место первое место у нас роман 37 давайте посмотрим может роман тоже густы делал да относительно дел вот у романа видно что они типа именно нужны вот этот буст он был нужен ему чтобы немножко проскользить плюс он сделал ground фрейм подлетел максимально высоко чтобы сразу к стене под подойти и отличные две ракеты вторую можно было чуть побыстрее но в целом вот пожалуйста то есть он сделал грубо говоря буст проскользил на этой плазминке сделал после этого еще ground фрейм но это верх микро механики просто это просто пиздец ребят вы такое наверное не знаю но не то что вы я никто такое не сделает ксад сделал быстрее слова с жабами но это абсолютно не то потому что роман сделал после этого еще ground фрейм то есть но это жестко это очень жестко ладно перейдем к cpm я сразу еще глазами шарлона чтобы на него поругаться но шарлон его бит да да по ходу отправил опять дембу не очень ну а науки внутри лекс 34 один так поворачивает кнопкой вперед на самом деле это не очень эффективно и пытается в это время еще подстреливать но если бы он во первых лежал прыжок так долго и поворачивал кнопкой в бок у него было бы все намного лучше плазма клим в конце не сразу вылетел с рампы пришлось ему грубо хиро врезаться и на этом очень много потерял но ракеты неплохие ракеты хорошие а в остальном вот прыжок очень долго жмешь так вайландс 31 так бусты пошли не совсем оптимальный был густ но неплохо 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 жмет зачем-то прыжок во время калимба делать этого не надо ребята ну рокет в конце медленно но все равно не надо этого делать не надо плазмить с прыжком не надо не делайте мне больно пожалуйста лица ими 7720 был бы 31 720 а будут и густы или чисто на строфил тоже поворачивать через кнопку вперед это не совсем эффективно вот здесь вот пользуется боковой но слишком широко шел с другой стороны шел бы не широко упал бы в пропасть поэтому возможно это был калькулейтер сразу вылетел подошел к стене хорошо плазмит но с зажатым прыжком это минус и в конце отстрелил себя вниз до строфил и сделал низкий рокетжам ну неплохо неплохо нормальная дорожка а шанзи 31 скилл репорт от сделал один буст и возможно на этом все да здесь по спейсингу все нормально сложилось сделал поздно джамп здесь дабл джамп не получился это конечно минус большой потому что очень много скорости потерял угол неправильный при плазмоклимбе надо 71 ставить а вот ракетки очень даже ничего правда 2 слишком высокая получилось но не настолько высокая чтобы быть плохой тридцать двадцать девять и три хардкор 2 пуста но будет ли 3 и пуста ставки нет не будет три пуста потерял очень много скорости при врезании в стену 400 лупцов это овер много мог бы сохранить свои 1200 если бы немножко получше так сказать завернул и поднимался на плазму очень долго плюс финиш очень долгий потому что делал лишний прыжок такие дела 27 2 млд из грузии новые лица возможно мы их знаем просто не видели опа буст от стены по ходу был но это бывает это все все хорошо тоже один буст был потому что ну будем будем честны сделать там пять бустов подряд причем на такой карте где надо делать их типа в определенном месте угол был не совсем правильно надо опять же оставить 71 70 и ракеты неплохие на такой карте сложно делать пять подряд бустов поэтому я нисколько не не говорю чего-то плохого один буст есть и ладно главное его хотя бы уже донести его скорость шаркой стейв и и и омен окей он и стрэйт айси неплохо кстати ориентируется в снап хуя nice nice snapping insane good double jump работа good double jump but you lose some time when you've fallen good double jump good double jump but you lose some time when you're falling badomon good double jump but you lose some time when you're falling nice ones like 7.6 потому что этот прыжок после рамп С2 из Латвии на 400 перебил Плазмил Почти все Просто страйфом прошел Ну и ракеты в конце Очень хорошая ракета Еще в конце 25,7 залетел Очень-очень классный финиш Ну, начало тоже хорошее Правда, без бустов Бустов, вы посмотрите, сейчас Бусты, вот это все Механик, давай, бустов Навали Навали бустов, раз, еще давай Давай, вот здесь, вот здесь, давай Ну, ладно, вот здесь, делай буст, давай, буст Вот здесь буст Буст, буст Ладно Тем не менее Немножко кривенько проплазмил Но проплазмил дал себе скорости Жмет прыжок на подъеме Отучайтесь от этого, ребята Очень не очень рокет получился И финальный рокет И лишний прыжок, опять же, как у шарка Ну, в общем, берите пример СС-100, у него очень хорошая ракета получается Фрейм, фрейм, космобайтер сделал Тайм 25,7 Буст раз Будет ли буст два Ваши ставки, господа Тоже почти не климбил Ошибка, плюс Очень долго падал, слишком высоко подлетел Получается Но ракеты, благо, хорошие И тоже сразу финишировал Хотя, на втором рокете Мог бы сделать получше Потому что RG под себя Типа я в окутре могу еще понять RG под себя просто вот так вот Ну а в ЦПМ Так как есть Типа R-контроль Можно сделать диагональный рокет-джамп Еще скорости себе придать И нормально все будет Шарлон 25,4 Не верю, что он сделал 25,4 Еще в оффлайне А, нет, он был в оффлайне А, нет, из оффлайна Ладно, может и сделал Окей, три пуста Да, больше не сделал Три пуста Вполне достаточно Ааа, вот у него ошибка Ну надо было переиграть, ну блин Ты залетал вообще, Шарлон Ну что это вот это? Ну это я не знаю, ему тебе кофигу Или что, сервертайм минута Он как будто в онлайне поиграл, пришел в оффлайн И... Прошел один раз, я не знаю Я не хочу комментировать 25,2, Лали Пополиниус, привет Сделал один буст Ха, ЦПГ фуди босс Кстати, неплохой дубл джамп получился Но мог бы сделать побыстрее, если бы чуть-чуть подплазмил Хорошая, вот, диагональная ракета, плюс 100 упсов И эти плюс 100 упсов ему дали, ну полтинник можно Это очень много Хорошая в конце ракета Если бы на рампе подплазмил чуть-чуть себя вверх То... Мог бы приземлиться примерно около стены сразу И начинать плазмить И ты еще потерял время немного на том, чтобы падал Эфио, 25,1 3 буста Будет ли... 4 буста Красавчик Нормально Потерял очень много скорости врезавшись в стену И приземлился сразу возле стены По-моему, если я моргнул Как-то и мне показалось, что возле Хотя, возможно, он падал еще возле стены Ну, финальные ракеты не очень хорошие Самая финальная вторая ракета, она хорошая А первая от рампы была вообще не очень Так что, да Кипиш Перебил 25,0 С одним бустом Тоже не проклимбил Очень долго падал Ну, прям недолго Но, типа, относительно долго Почему-то пролагал Потому что кипиш робот И хорошие Вот финальные ракеты хорошие Финальные ракеты Очень и очень хорошие Ухала Плюс 1,2 сделал Тоже буст со старного Еще от стены И бустану Ты чё, хухала там Пурнул Не очень качественный стрейф, но ему этого стрейфа вполне хватает Очень хороший климп Долго падал возле стены Угол вообще прекраснейший На плазму И финальные ракеты К сожалению Сделал лишний прыжок Но я видел Да, ты После рампы слишком низко Типа прыгнул Поэтому пришлось сделать прыжок Потому что иначе Ты бы с руки джампа мог не долететь Возможно, у тебя так было и запланировано Но Это то, что вижу я Да 23,6 Лунтик Так Мне говорили Где обзор, где обзор Потому что Лунтик там что-то сделал нереальное Давайте посмотрим Раз Два Три Четыре Пять 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 Красава Просто лучший Лунтик Призы Все, все призы забирай Красава Долго поднимался, к сожалению, на плазму Хотя угол был хороший Я не совсем понял, в чем проблема И финальный рокет не самый хороший Не самый качественный Но Я думаю, после пяти пустов Которые наверняка получались Не каждый раз Это И так сцены Красавчик, Лунтик 26 Димрок Из Беларуси Раз Не очень хороший ЭГБ получился, на самом деле Но Он получился И это уже Хорошо Я так скажу Он получился И это хорошо Ну и просто страйфом, да Хорошая плазма А Он наверх залетел Да, но я так и думал Ну что Не было похоже, что Обычной дорожкой Такой разрыв был бы Да, 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 да Красава Красава Долетел Все, я думаю, что Начинаются демки У Долитанцев Так скажем Они долетели И все у них хорошо Где Вулканой 23,4 Немножко тоже Перебил гемрока Я думаю, что Был либо Какой-то буст получше Либо Пострейфил получше Но Залет, скорее всего Тоже будет Либо Сделка Акулунтика Только быстрее Дел ГБ, кстати, не со старта Это небольшой Минус В определенном смысле Очень странный какой-то Стрейф у него Как-то Дергает Да Залетает Очень хорошо Залетает Лишний прыжок не делает В конце Это очень хорошо Но он на рампе Немножко запоролся Не знаю почему Видимо Как-то задумался немного На рампе запоролся И В общем, да Ракета Финально не очень 24 Проки-поп С одним бустом Тоже залетел Но здесь намного Больше скорости И ракета Намного лучше Да Жестко Проки-поп Но если бы еще бустов Навалил Было бы вообще ништяк 19.3 хейз Дело со старта ГБ Второй Третий И Все Доплазмил Залетел Наверх Тоже не приземлялся На краешек И просто Отличные ракеты Вторая ракета Просто идеально Получилась Ну Офигенно Варпак 18.9 Ну-ка Ну-ка Варпак Ну-ка Ладно Может мы тебя пока не кикнем Два буста Три буста Четыре буста Четыре буста Сохраняем Максимально Общей скорости Залетает наверх Тут Краешек не зацепляет Финально ракета Запорол Ладно Вопрос И еще так высоко Подлетел Ой Не знаю Перевешивает ли Вот Весы Типа Старт Классный Финиш Запор Кикать Или нет Вот в чем вопрос Небула 17.1 Старики могут В ГБ Ну У Небулы Небулы вообще не стоит Недооценивать У него очень Высокий скилл Поэтому Прямо подряд Напулял Но Одна Одна Плазминка осталась Так что Не самый эффективный Роуд получается Ну и в целом Все то же самое Только Финиш Получше получился Ну Не то чтобы то же самое Понятное дело Что все Гораздо быстрее Потому что Бусты были эффективнее Но Одна плазминка у него осталась Неиспользована Это минус Ну и В остальном Вроде Вроде ОК То есть Ну ошибка с Роудом Очевидно 16.9 Ну обзор Зорница Зорька Зорька будем вызывать Я вам все равно не смотрю на обзоры Пора вот поугарать Хотя вроде Так 2 буста Не подряд Через прыжок 3 буста Ну вот Использовался бусты На этом собственно и зарулил Я думаю А он Ну да По идее можно долететь конечно Там до конца И финальная ракета Не очень классная Но в целом Типа Перевесил За счет скорости За счет всех бустов Перевесил Не булу Энтер занимает второе место 16.5 Тоже подряд все бусты 1600 упсов Очень классно залетел Еще и по спиральке падал Но финальная ракета Но финальная ракета Очень Очень Не очень Энтер Так Понимаешь Да Но Но я спешу сказать Для всех тех кто Да и Энтер у тоже Я знаю что Энтер записал Это чуть ли не в первый день Поэтому Все нормально И босс сделал 16.1 На полсеки Перебил С места Раз Два Три Четыре Тоже 1600 Просто скорости чуть повыше 1700 почти разогнал Еще чуть подклимбил И Ну вот, кстати, здесь небольшая ошибка На самом деле Можно Ой, ну финиш очень классный Очень классный финиш Монтер Красава Не знаю, у кого ты взял роут Но Красиво Красиво Ну что, предлагаю посмотреть Таймскейли 0.5 На самом деле там можно сразу вроде как Перелететь в яму И это будет овер быстро Это 15.5, наверное Но Я честно не дожал Я хотел Но Блин Что-то То ли лень был То ли времени не было Сейчас уже не вспомню Прям Но карта классная, конечно То есть вот Бум Он просказил И потом сделал Граунд фрейм Это настолько жестко, ребята Ну Стрейв, конечно, максимально качественный Тут Спорить не приходится Угл с плазмы Тоже Офигенный Как приземлился, грубо говоря Сразу начинал Плазмить Низко подлетел Здесь И ракеты Ну Можно было кстати Получше Ракеты Но Я ему прощаю Это Роман сам знает Что можно получше Но Типа Обычно он скажет Типа Да иди нахуй Типа со своей ракетой Весело Ну Не Демка безусловно Классная Так что В любом случае Вот эти мувы С ПГБ На В Кутре Это жестко Ну и монтер Давайте посмотрим На самом деле Бусты Можно чуть Получше Сделать Я не помню Уже свой роуд Как у меня там Бусты были построены Но они были построены Примерно так же По-моему Ну вот здесь у него Видите Очень он много потерял То что посередине Прыгнул И получается Что в эту дыру Падал очень долго Но финиш Получился Очень классный Финиш Прямо Он сразу Триггер задел Даже не зацеплял Краешек Ты первый Так что Да В общем У меня до сих пор Не зацепляется браузер Скиншот У таблицы Я тоже не сделал По ссылке в описании Проходим Значит На сайт Devcoms.ru И Обязательно Смотрим Самостоятельно Таблицу Ну и все Ребят Всем спасибо Большое Всем Желаю Стараться лучше Всем удачи Всем пока Субтитры